Всем привет, с вами опять я, Антон Патрик, и это новая серия обзора модов NNF для игры День Победы, четвертая часть. И на этот раз я решил обозреть национальные фокусы для Великобритании. Для самой Великобритании национальные фокусы не были полностью изменены, лишь добавили новую веточку, самую правило, на которой называется Демократия Зло. Это веточка на фашизм, кто-то не понял. Ну ладно, давайте посмотрим на нее, веточка коротенькая, но интересная. Давайте посмотрим, самое первое, Демократия Зло. Убирает национальный дух британский эстоицизм и получает национальный дух национализм, ежедневная поддержка фашизма, плюс одна сотая, ой, одна десятая. И политвласть изменяет на 120. Демократия это равенство идиота и ученого. Такого не должно быть в нашем государстве. Прелестно. Ладно, дальше. Фашизм наш путь. После революции национальных социалистов в Германии мы уверены, что британский народ должен идти именно по их пути. Ежедневная поддержка фашизма, плюс одна десятая, и фашизм согласен с действиями. И фашизм изменения популярности в 30%. Ладно, дальше. Союз с осью. Будучи демократической страной, наше правительство только ухудшало отношения с Германией, но теперь посвободны от предосудков и готовы протянуть руку помощи осин. Улучшает это отношения с немцами и итальянцами. Дальше. Британский милитаризм. Великобритания никогда не была особо мирной державой, но демократия сдерживала наши нужды. Теперь же мы можем развиваться в полную силу. Мы получаем национальный дух милитаризм, который дает военно-безонаселение 5%, эффект от действий партизан против нас минус 10%. Опыт авиации плюс 20% и можем провести добровольство, когда захотим. Дальше. Милитаризация молодежи. Национальный дух милитаризации молодежи, который дает военно-безонаселение 2%. И идеологический фанатизм. Ну, вы знаете, что это за фокус. Ну, а теперь чисто в один. А теперь просто хочу показать, как в Британии будет захватывать тучу различных. Государств при помощи этих фокусов. Ладно, в общем, подождем. Ну, ладно. Дальше. Саудовский Блицкрик. Изучая 70 дней, но для этого нужна правящая партия фашин. Ну, как и здесь. Саудовский Блицкрик. Саудовский полуостров полон нефти. И агрессивных арабов. Нам нужно выполнить запасы нефти на будущую войну. Получаем цель войны аннексия против Саудовской армии, Амана и Емена. Британская Азия. Получаем цель войны аннексия против Ирака, Ирана и Афганистана. И Британская Индия. Индия развивается медленно и неудачно. Но мы возьмем их под контроль. И британский фланг будет развиваться над индийской землей. Великобритания аннексирует государство Британский Раджастан. Дальше. Воссоединение. Ирландия долго терпела британских солдат. Но теперь все по-другому. Мы предлагаем сотрудничество и место в нашей империи. Вместе мы достигнем большего. Государство Великобритании аннексирует государство Ирландии. И на континент. Германия вынашивает планы по захвату Франции из стран Венелюкса. И в этот раз Великобритания поможет немцам. Хотя скорее просто их опередит. Получит цель войны аннексии против Франции, Нидерланда и Бельгии. Ну ладно, я так уж и быть не буду показывать вот эту всю аннексию. В общем, фокусов только мало добавили для Великобритании. Но фокусы эти очень интересные. И позволят вам спокойнейшим образом захватить Францию. Ширненькую такую. Ну и вот все эти страны. В общем, ладно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ссылку на мод в описании. Всем пока.